Свежие трансферные новости РПЛ. Всем привет! Вы на канале Басни Футбола. Здесь мы говорим про российский футбол, новости, трансферы, переходы, инсайды, зарплаты футболистов и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Стал известен тренер московского Динамо. Сразу несколько российских инсайдеров сообщают, что в московском Динамо определились с кандидатурой главного тренера. Как сообщает издание Чемпионат, Динамо заплатит 1 миллион евро футбольному клубу Оренбург, который удачнее завершил сезон за главного тренера Марца Лаличку. Сербский наставник будет получать около 1 миллиона евро в Москве. Что думаете по этому поводу? Как вам будущий тренер Динамо? Алан Загоев стал свободным агентом. Из-за его травм в Рубине сомневается о целесообразности продления контракта. В клубе подтвердили информацию, что он свободный агент. Правда, спортивный директор заявил, что они продолжают диалог. Как считаете, вернется в РПЛ или пора на пенсию? Спартак все-таки ищет звезду. Как сообщает блогер Павел Городницкий, московский Спартак может вернуть звездного бразильца, ранее выступавшего за Анжи, в РПЛ. Речь идет о Виллиане. Полузащитник стал свободным агентом после сезона за Фулхэм. Представители клуба обращались к 34-летнему футболисту с предложением зарплаты в 3 миллиона евро. Правда, футболист по старой памяти запросил 5 миллионов евро. Спартак думает, пока еще ничего не решено. Верим этому инсайду? Зенит хотел купить турецкого защитника. По информации турецкого издания Sabah, Зенит делал предложение Галатасарая о покупке 28-летнего центрального защитника Абдул-Керима Бардакчи. Хоть игрок и выставлен на продажу, предложение российского клуба в 5 миллионов евро не устроило Галатасара. Несмотря на то, что игрок приходил всего год назад за 3 миллиона евро. Другое издание утверждает, что сам игрок отказался от переговоров, из-за чего и сам клуб не стал продолжать их. Зенит, видимо, ищет замену Чистякову за плюс-минус такие же деньги. Как считаете, найдет? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.